МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала, в студии Евгения Петренко. И главная тема к этому часу. Немолочные реки. Николаевку всю ночь топили канализационные стоки. Жить в пострадавших домах невозможно. Причина потопа казалась банальна. И плесень, и холод. Вся стена мокрая зимой, особенно, потому что нет вентиляции. Жители многоэтажки на металлургов устали бороться с грибком и своей управляющей компанией. Целое море цветов. Добавили просто новых ярких красок. Это фиолетовые, оранжевые, розовые. Все розовые цветы у нас новых сортов. В красноярских теплицах взошли тюльпаны. В этом году цветоводы обещают сказочное разнообразие. Когда и за сколько их можно будет купить? Все для фронта. Подушки ребята шьют. И покрывало, и одеяло, и свечи они делают. В Красноярске открылся еще один цех, где шьют теплые вещи для бойцов. А теперь обо всем подробнее. Фонтан из нечистот затопил сразу несколько домов в Николаевке. Пострадали и огороды с теплицами, а кто-то из-за потопа лишился всего запаса картошки. Причиной стал серьезный засор канализации. А Левтина Сасова узнала, кому жители Николаевки должны сказать спасибо за такие неприятности. Так за считанные минуты фекалии и вода из канализации затопили в Николаевке целый дом. Ковры, пол да даже стены пропитались нечистотами. Они фонтаном били из туалета и ванной. Хозяева только и успевали, что набирать полные ведра и уносить грязную воду на улицу, где тоже уже тек зловонный ручей. Мы купили дрова. Дрова все в... Дом полностью залит, полностью. Тут парилка, смотрите, как в бане. Вот оно все бежит. Бежит струей. Не струей, а ручьем. Пожалуйста, смотрите, все размыло. Здесь на улице из этого колодца тоже начала литься вода. Она затопила всю эту площадку и потекла дальше. Прямо в огороды и теплицы. Вон в огород весь затопленный. А что у вас с огородом? Там прям плывет? Там уже все уплыло. Воды было настолько много, что она дотекла до соседней улицы и замерзла там. Но где-то еще стоят лужи, от которых исходит ужасный запах. Затопило как минимум три жилых дома и один заброшенный. Так у Лидии Оскаровны под водой оказался погреб. А тут вот все вот, вот до сюда брызгали, брызги все это летело. Как, я с вами говорю, как каскад какой-то, вот так бил фонтан. Вода начала холестать из стены. Прямо за ней и фонтанировал унитаз соседей. Весь запас картошки пенсионерке теперь придется выбросить. Всю ночь корнеплод плавал в нечистотах и есть его женщина не рискнет. Сейчас вода уже ушла в землю, но вот от неприятного запаха избавляться придется долго. Запах вообще было невозможно, мы здесь даже не были. На улице мороз был, вот и внучка, и дочка приехала с зятем, и внучка. И она вообще не могла тут. Лучше, черт, я буду на улице мерзнуть. Тут вообще было задушиться. Тут у них с канализацией все прет. Еще этот фонтан прет все сюда. И все к нам. Коммунальщики выяснили, причиной потопа стал серьезный засор канализации. А спасибо за это нужно сказать жителям Студгородка, точнее улицы Ленинградская. Якобы там люди засорили трубы твердыми бытовыми отходами. Мусор встал в районе Николаевки, из-за чего из унитаза и колодца начали фонтаном бить нечистоты. Засор удалось пробить только сегодня после 12 часов работы. Но на этом эпопея не кончилась, потому что мусор улетел дальше, прямо к канализационно-насосной станции. Сегодня днем еще промывали трубы вручную. Из-за этого останавливалась и конвизационно-насосная станция. Вытащили оттуда порядка кубометра различного мусора твердого. Это банальные влажные салфетки, различные тряпки, средства личной гигиены. Но и на этом работы не закончатся. Специалистам еще предстоит почистить насосную станцию от оставшегося мусора. Алифтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал. Двухэтажный деревянный дом вспыхнул ночью в центре Красноярска. В этот момент внутри находилось три человека. Один взрослый и двое детей сами эвакуировались из здания. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли и оставил дом практически без крыши. На первом этаже жилье пострадало в основном от тушения. Спасти удалось только некоторые электроприборы. Отопление, говорят жильцы, электрическое. Просушить дом в ближайшее время не получится. Также, со слов жителей, огонь вспыхнул в коридоре. Скорее всего, от электропроводки. Здание на Ленина 47Г – это объект культурного наследия края, построенный в начале 20 века. По соседству с домом братьев Абалаковых. Красноярцы занимали здесь несколько квартир по договору социального найма. Теперь специалистам предстоит оценить, возможно ли здесь сделать ремонт. И будет ли здание пригодно для жилья. Я был на работе, на ночной смене. Мне в три часа позвонила соседка. И я приехал, соответственно, уже тушили пожарники. Соседка с первого этажа. Я со второго. Ущерб какой. Все залили, все задымлено. Ну, в коридоре там инструмент какой-то погорел, оплавился. Ну, больше все залили водой, потому что три тонны воды вылили все это. Все квартиры залиты полностью. Двое их сотрудников отдела по борьбе с наркотиками задержали в Красноярске. Их подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, полицейские доставили в отделение девушку, у которой нашли сверток, предположительно, с наркотическим веществом. Об этом узнали двое оперуполномоченных. Они предложили задержанной решить вопрос без возбуждения уголовного дела. Сотрудники подменили содержимое пакета на муку и отправили ее на экспертизу. За это девушка заплатила им 100 тысяч рублей. В итоге сотрудники под стражей. Девушка проходит по их делу свидетелем. Промерзшие от холода квартиры и плесень на стенах. В таких условиях приходится жить людям в зеленой роще. Управляющая компания никак не реагирует на многочисленные обращения жильцов и просит их утеплять дом своими силами. Как людям жить в таких условиях и к кому обращаться, выясняла наша съемочная группа. Плесень в зале, плесень в спальне, а также в кухне с коридором. С каждым годом она разрастается все больше и больше. Павел уже устал с ней бороться. Вывести своими силами не получается. Стены промерзают, а вентиляция в квартирах работает очень плохо. Плесень. Вся стена мокрая зимой особенно, потому что нет у нее вентиляции, продувает. Зимой прошлая вот здесь была плесень, а в коридоре зимой пошла. Когда тает снег, на верхних этажах и на стенах можно увидеть воду, которая стекает с чердака. Из-за этого отклеиваются обои, а дорогой ремонт из-за плесени быстро теряет свой лоск. Сделали в прошлом году ремонт по лету, то есть все ободрали, зачистили, все обработали. Ну, вроде ничего не предвещало беды, и вот опять снова полезло. Я звоню, узнаю, на какой стадии у нас утепление швов. Они сказали, что у нас вообще нету списков, больше никаких действий отоправляющих не было. Если плесень терроризирует жителей на верхних этажах, то на нижних у людей другие проблемы. Вот здесь вот тоже щель, такая вот большая, всю эту квартиру ко мне заходит, в общем, из подвала. Эмиль купил квартиру на первом этаже этого дома меньше года назад. Сосед ему сразу же сказал, зимой будет холодно. Но то, что проблема настолько серьезная, мужчина даже не подозревал. Решили снять полы. Полы сняли, получается, и я увидел свет в подвал. Межпанельные швы осыпались по всему периметру подвала, поэтому в квартирах на первом этаже холодно даже при отоплении и дополнительном включении двух обогревателей. На обращение в управляющие компании никак не отреагировали, поэтому жильцам пришлось пытаться утеплить квартиру собственными силами. Все жители им звонят, обращаются с жалобами, никак они не реагируют. Мы вот создали чат дома, написали, мы хотим вообще уйти от этой управляющей компании, потому что они никак не взаимодействуют с нашим домом. Зимой очень холодно, и вот я на двух обогревателе всю зиму прожил. То есть электричество набегает, ну, очень тяжело здесь, холодно. А жалоб у жильцов этого дома действительно очень много. И если на промерзающие входные двери, висящие по всему подъезду провода, люди уже внимания особо не обращают, то плесень, захватывающая квартиры на девятом этаже и холод на первом, очень пугает. Но к кому, кроме управляющей компании, можно обратиться, собственники не понимают. В этом случае, опять же, это зона ответственности только управляющей компании. И по факту бездействия. Если управляющая компания не проводит необходимых мероприятий для того, чтобы утеплить стены, тоже необходимо обращаться в надзорные органы для того, чтобы тоже была проведена проверка. В управляющей компании нам рассказали, что обследование дома проводили осенью. В ходе обследования было установлено, что кровля нуждается в капитальном ремонте. Для предотвращения затоплений в тот же период был произведен частичный ремонт кровли. Капитальный ремонт кровли запланирован на 2032 год. Также нам сообщили, что все заявки от жильцов дома были отработаны. И в этом году планируется ремонт межпанельных швов в 11 квартирах. Но вот поможет ли это победить плесень? Видимо, жильцам предстоит мучиться еще 8 лет в ожидании капитального ремонта крыши. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал. В общественном туалете Зеленогорска сильно избили двоих мужчин, предположительно бездомных. Утром их с пробитыми головами нашла уборщица. Один пострадавший умер на месте, второй в больнице через пару часов. В сознание он так и не пришел. Оперативники быстро вычислили тех, кто напал на мужчин. Ими оказались два молодых парня 17 и 19 лет, учащиеся местного техникума. Один из них пояснил, пьяные друзья шли за алкоголем, но по пути завернули в общественный туалет. Там увидели двоих мужчин, сильно избили их и ушли. Но вскоре вернулись и добили бездомных. Возбуждено уголовное дело, нападавших задержали, они могут попасть в колонию на срок до 15 лет. Пришли, сделали все свои дела. Я смотрю, что... Назворять начинает какую-то фигню. Он сначала одному упонул, потом второму я его останавливал и говорю, зачем ты это делаешь? Он продолжает. Я его оттуда уже вытащил, мы ушли. Потом мы зачем-то пошли опять туда. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Красноярске. Его ввели в пятницу, планировали снять сегодня, но в итоге продлили до 7 часов вечера 23 января. О других новостях расскажем далее в двух словах. Строительный кран упал на рабочего на площадке Красноярской ТЭЦ-3. В прокуратуре рассказали, что при проверке самоходного рельсового крана стрела начала падать, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился 58-летний крановщик. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его увезли в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Первая утренняя электричка из Дивногорска будет стартовать раньше. Уехать в сторону Красноярска теперь можно в 5.53 утра. Изменения в графике всего на 9 минут. Однако, как рассказали в КрасЖД, это сделано по многочисленным просьбам, чтобы люди успевали пересесть на маршрут Красноярск-Зыково и добраться до правобережных станций. По новому графику поезд поедет через неделю, с 29 января. Инспекторы ДПС спасли собаку, которая провалилась в открытый канализационный люк. Экипаж остановил машину, пока проверяли документы, услышали, как скулит животное. Один полицейский спустился в коллектор, второй вместе с остановленным водителем соорудили петлю из буксировочной стропы. С ее помощью вытянули пса. Судя по тому, что собака обнюхала спасителей и убежала, серьезных травм у нее нет. Красноярская теннисистка Мира Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open. 16-летняя спортсменка на этом турнире поразила несколькими волевыми победами, но проиграла Барбаре Крейчиковой из Чехии. Встреча продолжалась почти два часа. После Мира извинилась перед болельщиками, что не смогла их порадовать, но сказала, что постарается это сделать в следующий раз. Небольшое потепление обещают синоптики красноярцам. Предстоящая ночь еще будет морозной, но уже завтра днем потеплеет до минус десяти. В среду сохранится такая же погода. В четверг может усилиться ветер, но потеплеет еще заметнее. Минус шесть. Это будет самый теплый день на неделе. В пятницу уже немного похолодает, минус девять, но ветер стихнет. Выходные температура продолжит медленно падать. В субботу минус одиннадцать, в воскресенье минус шестнадцать. Ночные температуры снова будут ниже двадцати. Двадцать восемь человек погибли при обстреле рынка в Донецке. Еще тридцать серьезно пострадали, из них двое детей. Людей вторые сутки госпитализируют с тяжелыми ранениями. Напомню, в минувшее воскресенье в микрорайоне Текстильщик погремело сразу несколько взрывов. Артиллерийские удары нанесли по торговым палаткам и магазину. В утреннее время там было особенно многолюдно. Улицу моментально заволокло густым, едким дымом, а людей подбрасывало на несколько метров от земли. Несколько снарядов также легли во дворах поблизости, задев осколками мирных жителей. Спасатели до сих пор находят тела под завалами. Сегодня в Донецке объявлен день траура. Люди приносят цветы на место массовой гибели. Первый прилет был, как врач говорит, да, на засядь-ка. Мы выглянули, очень много было погибших людей. Когда я вернулась, вся девочка возле меня овощами торгует. Мы разговаривали, потом меня выкинуло на дорогу, ну, рядышком. Не помню как. Помню нога болит сильно. Голову подняла, она мертва. Новый цех по пошиву одежды для участников специальной военной операции открылся в Красноярске. Ежедневно волонтеры спасают бойцов от лютого холода, отправляя на фронт сотни теплых изделий. А к работе привлекают не только взрослых, но и деток. Дарья Морева побывала в мастерской и узнала, как еще девушки помогают нашим бойцам. Подробности в ее сюжете. Там зима сейчас, и они мерзли. Эти одеяла, как раз для того, чтобы их накрывать, путать в эти одеяла, чтобы они не замерзали, чтобы не мерзли. Спасать наших бойцов от зимней стужи мастерицам не привыкать. Всего за пару минут в заботливых руках женщин кусочки ткани превращаются в теплое одеяло. Каждый день они штопают десятки таких изделий. А потом все это отправляют на передовую к раненым солдатам, которые находятся в полевых госпиталях. И это далеко не все, что делают красноярки своими руками. Подушки ребята шьют, и покрывало, и одеяло, и свечи они делают. Ну, то есть, какие потребности есть у ребят на передовой. Они получают письма и уже оттуда, от этого пляшут. Они работают безвозмездно, бесплатно, то есть только на своей инициативе, ну и на помощь нам всем. И в каждый такой комплект с теплыми вещами волонтеры вкладывают приятные весточки, детские рисунки. Их старательно делают ребята из местных садов, чтобы поддержать бойцов на передовой и напомнить о родном доме. Постоянно рисуют. Очень часто забираем все рисунки сюда и отправляем наших бойцов. И это для наших бойцов, да, чтобы им там было веселее, теплее и радостнее. Запустился этот швейный цех совсем недавно. Однако волонтеры за один день привели его в порядок и наладили работу. Одеялами и подушками здесь не ограничится. Девушки собираются шить одежду для солдат, а также плести маскировочные сети и специальные плащи для разведчиков. А после весь собранный багаж отправится на линию фронта в сопровождении депутатов горсовета, участников специальной рабочей группы. Они не только помогают бойцам СВО, но и поддерживают их семьи во многих вопросах. Если бы не активные жители города Косноярска, если бы не жены участников СВО, это больше один из них инициатива. Наше дело просто именно миссия быть рядом с ними, помогать им, организовать процесс, наверное, коммерческих структур, которые будут помогать. А вся активность заходит от наших жителей, именно от женщин, которые именно от души помогают, делают непосредственно такие вот швейные изделия и организовывают работу своих подруг, приглашают сюда в вечернее время. Так, благодаря инициативным красноярцам в городе открываются новые мастерские по пошиву одежды, собирается гуманитарная помощь и разрабатываются новые меры поддержки. С каждым таким запросом от людей депутаты готовы работать индивидуально и оказывать всю необходимую помощь, не только социальную, но и финансовую. Дарья Морева, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Каждая семья в Красноярском крае должна чувствовать внимание государства. Это сегодня заявил Михаил Катюков на президиуме, где обсуждались мероприятия на наступивший год семьи. Так, в крае пройдут новые фестивали и даже марафоны, один из них территория женского успеха. Финалом этих мероприятий в регионе должен стать второй Красноярский демографический форум. Сейчас в крае проживает порядка 320 тысяч семей, из которых более 50 тысяч многодетные. Экономический основ понятен, но с точки зрения меры поддержки должны совершенствоваться. Должны запускать обратные процессы укрепления как раз отношения в семье. Нужно об этом серьезно думать. Краевой вице-премьер Сергей Казупица покинул региональное правительство. Он написал заявление по собственному желанию. В прошлую пятницу его подписал губернатор Михаил Катюков. Казупица работал в краевом правительстве с 2014 года. Сначала замминистра строительства и ЖКХ окрая, с января 2018 стал министром строительства, а с 2021 года заместителем председателя краевого правительства. После отставки Александра Уса Казупица занимал ту же должность, но с приставкой его. И так и не вступил в должность. Уже назначенный новый зампредседателя правительства им стал Алексей Медведев. С 2018 по 2022 год он работал замминистра науки и высшего образования Российской Федерации, а потом заместителем генерального директора Российского научного фонда. 200 тысяч тюльпанов выращивают в теплице недалеко от центра Красноярска к 14 февраля и 8 марта. Помимо привычных желтых бутонов, есть пурпурные и даже фиолетовые. В этом году горожан решили порадовать разнообразием и закупили аж 20 сортов. Как выращивают тюльпаны, когда и за сколько их можно будет купить в сюжете далее. Здесь у нас Хенни Вандер Мост, здесь у нас уже начинается Таймлесс. Нет, это не название улиц или достопримечательностей, это сорта тюльпанов. В этом году здесь ожидается настоящий цветник. Ответом на разнообразные вкусы горожан стали аж 20 сортов. Все луковицы российского происхождения. Их выращивают здесь, в теплице, почти в центре Красноярска. Сейчас это больше напоминает зеленый лук, но уже через месяц это превратится в полноценные тюльпаны. 200 тысяч луковиц высадили еще в октябре. Сегодня у части будущих тюльпанов начался так называемый светлый период. Ящики с ростками из темного прохладного помещения переместились сюда, в теплицу. Чтобы переход был более плавный, пока их держат накрытыми бумагой. В этом году помимо традиционных желтых бутонов сорта «Стронг», здесь распустится разнообразный цветник. Добавили просто новых ярких красок. Это фиолетовые, оранжевые, розовые. Все розовые цветы у нас новых сортов. Это Пурпур Равен Пинг Твист. Один из самых красивых. Сорт Хэнни Вандер Мост. Он отличается необычной расцветкой. Лепестки окрашены в малиново-красный цвет, а сердцевина желтая. Чтобы они стали настоящими цветами, за ними ухаживают, обильно поливают и следят за температурой воздуха. Она должна быть 14 градусов. Бутоны сформируются ближе к середине февраля. Раньше 14 февраля точно купить нельзя будет, потому что цветку все-таки нужно время, чтобы вырасти, расцвести. Ну а так основная продажа у нас идет к 8 марта. Цена в зависимости от объема, то есть опта или розницы, от 70 до 120. А еще стоимость зависит от размера и внешнего вида цветка. Ведь даже растения одного сорта могут сильно отличаться друг от друга. Татьяна Синяева, Виктория Мартоник, Дмитрий Комаров, 7 канал. Снежные барсы устроили себе экстремальные развлечения в Саяно-Шушенском заповеднике. На видео самка снежного барса с тремя подросшими котятами играют резвятся на крутом склоне горы. Не переставая сражаться, два ирбиса в комичной позе стремительно скатываются с горы вниз. Специалисты заповедника говорят, что эти котята необычно игривые и часто попадают в объектив фотоловушки во время какого-нибудь дружеского боя. Пока что они шалят под присмотром матери, но уже через несколько месяцев начнут жить самостоятельно и разойдутся по заповеднику в поисках своей территории. Соревнование Красноярская лига дзюдо среди юных спортсменов стартовало в Красноярске. На татаме вышли более тысячи ребят, мальчиков и девочек из разных регионов страны, чтобы показать свое мастерство. Впервые к нам приехали и зарубежные гости. Как красноярские дзюдоисты представили наш регион и кто вдохновил ребят на занятия этим спортом, выясняла Дарья Морева. Крики болельщиков со словами поддержки разносятся по всему залу. Эмоции сдержать невозможно, когда на татаме выходят юные дзюдоисты. Более тысячи спортсменов из разных регионов собрались на одной площадке, чтобы показать все свое мастерство и побороться за звание лучшего из лучших. Причем в поединки вступают не только мальчики, но и девчонки. А в этом году в Красноярск приехали дзюдоисты из Монголии. Все в спорте для развития нужна конкуренция. И в Красноярском крае сложилась хорошая школа дзюдо со своими традициями и достаточно большое количество турниров. Поэтому, конечно же, многие территории приезжают для того, чтобы набраться опыта, помериться с силами и подготовиться к следующим стартам. Выходя на татами, спортсмены не торопятся сразу вступать в поединок. Здесь важно сохранять бдительность, правильно оценить соперника и продумать свою тактику. А также не забывать главное правило – поддаться, чтобы потом победить. Красноярская лига дзюдо юных спортсменов проходит в Красноярске ежегодно в несколько этапов. На татами выходят ребята с 13 до 18 лет и выступают за призы заслуженного тренера Олега Вакуленко. Больше 40 лет он занимается развитием дзюдо в Красноярском крае и вырастил не одно поколение спортсменов. И с каждым годом ребята все больше увлекаются этой дисциплиной. Когда я зашел в тронзал, тут тьма народу была. Такого я не видел никогда. Столько народу было на разминке. Так что все идет своим середом. Первый дзюдоист, первый олимпиец. Но я думаю, что у нас будут еще и олимпийские чемпионы. Так, в первом этапе красноярские спортсмены забрали 96 медалей, из которых 25 золотых. Имена абсолютных победителей и чемпионов станут известны лишь в декабре этого года. Уже в апреле стартует второй этап Красноярской лиги дзюдо, где ребята смогут улучшить свои результаты и продвинуться вверх по турнирной таблице. А лучшие из лучших получат возможность представлять наш регион на соревнованиях международного уровня. Дарья Морева, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Большой оперный фестиваль стартовал в Красноярске. Парад звезд в оперном Словцов. Это три месяца премьер концертов и спектаклей. На красноярской сцене выступят музыканты из Большого и Мариинского театров. Солисты из Армении, Монголии, Казахстана, Китая и, конечно, красноярские артисты. В ближайшие дни в программе «Вечера камерной музыки» Модеста Мусоргского 30 и 31 января в Театр оперы и балета. А открыли фестиваль гала-концертом, посвященным 180-летнему юбилею Николая Римского-Курсакова. Спортсмены из 23 стран приедут в Красноярск на кубок Ивана Ирыгина. Уже тренируются в краевой столице сборные Китая, Монголии и Ирана. Турнир по вольной борьбе в этом году юбилейный, он пройдет в 35-й раз. Призовой фонд Международного кубка Ирыгина составит 7 миллионов рублей. Предусмотрены специальные призы губернатора края и главы города. Но кубок – это не только схватки. Идут курсы повышения квалификации наших тренеров. Идет фото-выставка, началась в аэропорту. Уроки со звездой продолжаются. И так и так будет очень много событий, которые сопутствуют нашему турниру. Спортсмены, которые будут участвовать, это призеры чемпионатов мира, Европы. Поэтому мы будем ждать очень напряженную и интересную борьбу. Стартует кубок 24-го числа. В этот день пройдет пресс-конференция и будут решать организационные моменты. Первые поединки начнутся 25-го января. А торжественное открытие турнира 26-го января в 17.30 во дворце спорта имени Ивана Иры. Прогноз погоды представляет компания «Атрибуты здорового сна». Правильный матрас – это важно. Позвольте себе комфортно выспаться. И теперь информация о погоде. Во вторник, 23 января, в Красноярске солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ночью 23 градуса холода, днем до минус 10. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наш вайбер ватсап. Номер 8 391 2 900 333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. В студии для вас работал Евгений Петренко. До встречи.